Добрый день! Вы на канале 18 соток и сегодня мы будем с вами готовить необычный соус. Этот соус называется Харнаш. Этот соус родом из Бангладеш. Для приготовления соуса Харнаш нам понадобится имбирь где-то около 40 грамм. Имбирь должен быть свежий. Также понадобится соевый соус. Соевый соус где-то в пределах 60 миллилитров. Оливковое масло тоже 60 миллилитров. Надо брать хорошее масло. И белый винный уксус в пределах 40 миллилитров. Хочу предупредить, что касается уксуса. Покупайте только хороший, только качественный уксус. Среди таких уксусов бывает и наши делают. Наши делают яблочный уксус. Это делается с обычного нашего уксуса. Забавление эссенции. Испортить соус это проще простого. Так что такой уксус лучше не использовать. Используйте только хороший, только качественный. Так нам понадобится 4 зубочка чеснока, 1 сладкий красный лук, столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли. Перец можно использовать любой. Вы можете слабо острый сорт. Можете использовать сорта средней остроты. Также можно использовать и каенский перец. Количество вы можете регулировать сами. Можете добавить часть сладкого перца и часть острого перца. Если вы не любите сильно острый соус. Я буду использовать перец хабанера. Это перец хабанера конго-тринидад с остротой 300 тысяч единиц по скале скобина. Также можно использовать и более слабые сорта. Нам еще понадобится 2 мандарина. Теперь нам остается только все почистить и подготовить для переработки в блендере. Мы почистим перец, порежем лук, почистим мандарин, удалим с него косточки, порежем на мелкие кусочки, также измельчим чеснок. Теперь начнем измельчать лук. Сильно крупно измельчать его не надо. Мы измельчим небольшими кусочками. Рецептом соуса Хармаш со мной поделился мой друг, живущий в Бангладеш. Его семья всегда готовят этот соус. Самый любимый их соус. Он давал мне попробовать. Готовил здесь. Он живет на Украине сейчас, учится в университете. Я готовил специально для меня этот соус. Мне очень понравился. Очень вкусный и довольно с насыщенным ароматом. Также измельчаем имбирь. Можно измельчить произвольно. Небольшими кусочками, чтобы блендер мог легко измельчить. Большими кусками оно довольно долго измельчает. Если у вас погружной блендер, конечно, советую вам убрать вот эту всю кожицу. Почему? Потому что погружной блендер ее просто не измельчит и будет лохмотья. Так как у меня блендер довольно мощный, он измельчает практически все. Этой кожицы не останется. Так что если погружной блендер, лучше, конечно, почистить, срезать кожицу, вытащить и полностью сердцевину уже отдельно измельчить. Итак, измельчаем чеснок. Сильно мелко измельчать не нужно. Просто такие кусочки небольшие. Чеснок придает аромат. Он еще сушит как консервант. Чеснок увеличивает вкус несколько раз. Так что практически во всех соусах применяется чеснок. Теперь будем чистить перец хабанера. Вы лучше не делайте то, что я вам сейчас покажу. Это делаю только я, потому что у меня же руки привыкшие. Я довольно много его перерабатываю. Так что надо взять нож длинным жалом и прорезать вокруг. Главное, чтобы жало заходило довольно глубоко. Все мы взяли и теперь просто вытаскиваем. Вот наши семена. Видите, здесь практически семян не осталось. Мы перерезали все перегородки, которые идут в центру и сердцевинка с легкостью выпадает. Практически вы руками ничего, вы держите его только сверху. Видите, вы не беретесь руками, не залазите в середину и не получите ожогов. Перед тем, как работать с таким перцем, с острыми сортами, обязательно смажьте руки растительным маслом. Так как капсицин не растворяется в воде. Он растворяется либо в спирте, либо в растительных и животных жирах. Так что, когда смажете руки растительным маслом, часть капсицина растворится в этом жиру и не попадет к вам под кожу. Потом с легкостью можете помыть руки и никакого жжения у вас не будет. Итак, продолжаем чистить дальше. Вот мы вырезали сердцевину, если посмотрите. Может там где-то одна семечка и осталась. Практически руками я туда не лазила. Так что, теперь мы разрезаем его просто-напросто на четыре части. Опять же, разрезали по центру, положили и опять мы не касаемся перца. Все, разрезаем и режем по чуть-чуть. Можно не разрезать, смотрите сами как. Если у вас чаша большая, можно не резать его, просто кидать целиком. У меня чаша не очень крупная, так что приходится слегка измельчать его. Перец довольно острый. Можете использовать слабоострые сорта хабанера, если вам нравится вкус и аромат хабанера. Эта сорта имеет остроту от нуля до 50 единиц. Этот сорт называется Аджи Дульчерет. Он слабоострый и у него очень сильный насыщенный аромат. Так что, я советую всем выращивать у себя этот сорт. Он неприхотлив, он очень высокоурожайный. Просто нереальное количество плодов на нем. Его можно даже кушать с борщом. Острота от нуля до 50 единиц. Это, наверное, разов в сто. Это, наверное, мне кажется, и больше. Слабее от обычного нашего перца острого. Такого, как бараний рог. Бывает сорта. Этот сорт, если для него очень много влаги и тепла, он бывает нулевой остроты. Так, все это мы подготовили. Сейчас отмерим уксус. Отмерим соус. И все будем измельчать в блендере. Итак, загружаем все в блендер. В первую очередь мы заливаем соевый соус 60 миллилитров. Оливковое масло тоже 60 миллилитров. И белый винный уксус 40 миллилитров. Теперь загружаем все остальные ингредиенты. Так, перчик уходит у нас. Так. Ах, какой запах. Мандарина. Кудольки. Тоже загружаем. Высыпаем столовая ложка сахара. И пол чайной ложки соли. Это тоже все загружаем сразу же. Так. И высыпаем лук, чеснок и имбирь. Все это тоже загружается в блендер. Все это надо будет хорошо измельчить. Чтобы не было крупных частиц. Чашечка небольшая. Все хорошо, когда большие чашки более объемные. Какие-то пределы трех литров. Они хорошо измельчают. Все. Мы все загрузили. Теперь закрываем крышечкой. И начнем все измельчать. Все. Наш соус готов. Он получил однородную мелкодисперсную массу. Такой вот соус получился у нас. Теперь мы переливаем его в кастрюлю. И ставим на огонь для дальнейшей термообработки. Вот такого цвета получился наш соус. Такой цвет как какао с молоком. Все. Теперь все переливаем в кастрюльку. Такой получился густоватый. Какой красивый соус. Теперь ставим на огонь. И будем кипятить в течении 10-15 минут. Чтоб соус нас немножко загустел. Вот закипел наш соус. Такой густой получился у нас. Мелкодисперсный. Теперь это начал кипеть. И вы уже можете регулировать сами. Какой густоты вам нужен соус. Следует учитывать. При выборе перца. Что при термообработке. Острота. Процента на 30-40. Бывает в некоторых случаях. И до 50 процентов. Уменьшается. Если вы можете взять слабоострый перец. И будете его в течении 20-30 минут варить. Остроты практически может не остаться. Так что обязательно слабоострому перцу положите 2-3 перчинки каенского перца. У него острота более стойкая. И он не так быстро будет выпариваться. Острота у него останется. Все сорта которые имеют довольно большое количество влаги. Капсиацин у них довольно быстро испаряется. А теперь будем варить до тех пор, пока соус немножко не загустеет. Прошло 15 минут. Процесс приготовления соуса закончился. У нас получился густой 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 соус. Очень густой. Теперь снимаем этот соус с огня. И переливаем в банки стерилизованные. Либо в бутылки. Все. Соус мы сняли с огня. Теперь можем разлить по банкам. Либо по бутылкам. Бутылочки надо обязательно простерилизовать. Хотя, мой друг говорит, что они хранят не в стерилизованных бутылках. И такой соус стоит у них в подвале около года. А если вы простерилизуете банки, закатаете, он может стоять больше года. Если он будет стоять, к примеру, у вас в холодильнике, либо в погребе, он может очень-очень долго храниться. Если он будет стоять у вас просто при комнатной температуре, он может храниться около 8 месяцев. Попробуйте такой соус. Смотрите, какая высота у него. Он просто как варенье. Запах, конечно, невероятный стоит. Просто супер. Красота какая. Сейчас намажу себе кусочек. И вот завершился полностью весь процесс. Я разлил соус. Вот, получилась такая 250 миллилитров бутылочка соуса. И 100 миллилитров еще осталось в кастрюле. Соус получился довольно густой. Видите, какой он. С однородной массой. Очень красивый. Запах, конечно, бесподобный. Этот соус подходит к острым супам азиатским, к салатам, к лапшам, к любым азиатским блюдам. А для украинца он хорошо подходит к салу с рюмочкой холодной водки. Готовьте такой соус у себя дома. Делайте заготовки на зиму. И всем удачи. И пока.